Малыш Йода пришёл и ушёл, но фигурки на память останутся. CNBC сообщает, что отсутствие у Дисней игрушек на основе Малыша Йоды из Мандалорца в праздничный сезон 2019 года привело к потере до 2,7 миллионов долларов, несмотря на то, что фигурки и плюшевые игрушки были доступны для предзаказа. – Из-за всей секреты, которая окружала серию, до того, как она вышла, Hasbro не мог сделать бэби Йода в период времени. Однако потеря эта была просчитана заранее. Создатель серии Disney+, Джон Фавро, недавно объявил, что он был вынужден умолять Мышиный дом сохранить в секрете Малыша Йоду вплоть до его раскрытия в конце первого эпизода Мандалорца. Он был вдохновлен разговором, который состоялся на съемочной площадке Короля Льва со звездой Дональдом Гловером, который отметил, что в наши дни зрители привыкли знать почти всё о каждом горячем нововведении ещё до премьеры. По словам Гловера, элемент неожиданности стал настолько дефицитным, что превратился в товар. В качестве премьера актёр указал на недавние работы суперзвезды эстрады Бьонсе, которая, как известно, выпустила альбом онлайн без предварительного уведомления. Мало того, что поклонники его проглотили, так ещё и удивительная природа этих релизов вызвала не меньше дискуссий, чем любой другой маркетинговый ход. Кроме того, у таких сюрпризов есть дополнительное преимущество в том, что на рекламу тратиться не надо. Фавро, по праву чувствуя, что у него на руках есть прорывной персонаж, решил применить эту стратегию перед выходом Мандалорца, и можно с уверенностью утверждать, что это сработало. Конечно, Disney мог бы легко включить Малыша Йоду в маркетинг сериала, и милый маленький малыш тоже покорил бы мир. Но Мандалорец, первый в истории художественный сериал по вселенной Звёздных войн, уже вызвал сильный резонанс как минимум за то, что был первым в своём роде. Плюсом ко всему он был самым громким оригинальным предложением, доступным при запуске Disney+. Фавро и Мышиный дом посчитали, что взгляды зрителей в любом случае будут прикованы к сериалу, и их стратегия окупилась. То, что Малыша Йоду впервые показали в конце первого эпизода, стало потрясающим сюрпризом, который растопил сердца фанатов, и никто не ожидал ничего подобного. – Это то, что произошло всему миру. Во-первых, это был второй случай в истории Звёздных войн, когда был представлен другой представитель таинственного вида Йоды. К тому же это был безумный поворот сюжета, который одним кадром изменил жизнь титульного Охотника за головами. Фанаты были просто ошеломлены всей этой остроумностью. Если бы они знали заранее, что это произойдет, это было бы максимум прикольно. Но то, что это было ещё и полной неожиданностью создало невероятный хайп, которого не вызвал бы никакой другой вид маркетинга. Да, 2,7 миллиона долларов – это приличная сумма денег, но нужно ответить на вопрос – Disney принял правильное решение, или студии всё же стоило использовать более привычную маркетинговую компанию для представления Малыша Йоды? И теперь, когда мы озвучили вопрос, самое время разразиться смехом, потому что ответ очевиден – да, Мышиный дом сделал абсолютно правильный выбор. С одной стороны, включение Малыша Йоды в маркетинг Мандалорца позволило бы Disney получить дополнительную сумму денег. Но для этого пришлось бы изменить график съемок сериала, чтобы убедиться, что для рекламных материалов готовы определенные кадры, а также необходимо было выделить дополнительные средства на рекламную кампанию, чтобы разработать маркетинговую стратегию для представления именно Малыша. Во-вторых, тот факт, что игрушки не были доступны задолго перед праздниками, не означает, что те, кто хотят их купить, купить их не смогут, когда они станут доступны. Когда плюшевые малыши стали доступны для предзаказа в интернет-магазине Disney, они были распроданы за считанные часы. Disney был подготовлен к популярности персонажа, и к тому времени, как фигурки и игрушки станут широко доступны в период с марта по май 2020 года, каждый, кто захочет его получить, сможет купить его. То есть, практически каждый фанат. Да и вообще, 2,7 миллиона долларов для Disney сравнимо с монетной мелочью в наших карманах. Мы говорим про студию, которая выпустила Мстителей Финал прошлой весной, а он заработал 2,7 миллиарда долларов. Причем он стал одним из шести фильмов Мышиного дома, которые в 2019 году собрали более миллиарда каждый. Плюс, тематические парки развлечений и товары приносят миллиарды доходов ежегодно. К тому же Disney Plus получил 10 миллионов подписчиков в первый же день. У компании все просто отлично! Так что мы считаем, что подход к маркетингу Малыша Йоды был абсолютно гениальным, а все из-за продуктивной беседы Фавро и Гловера, которые обсуждали Бейонсе во время кофе-брейка. И если в качестве пасхалки в ее следующем музыкальном видео появится танцующий Малыш Йода, мы не удивимся. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!